Сегодня мы находимся в здании Музея истории и археологии, где открылась новая выставка. Она рассказывает об очень важном и знаковом периоде в истории нашего региона, когда на Урале создавался ракетно-ядерный щит страны, который как раз и обеспечивал обороноспособность и ядерный паритет между двумя супердержавами. Именно здесь у нас в Свердловской области и в Челябинской также появились первые предприятия, которые занимались производством так называемого бомбового материала. И первенцем атомной промышленности в Урале явилось предприятие «Маяк» в Челябинской области. А затем, чуть позднее, в конце 40-х годов, новоуральский электрохимический комбинат, как он сейчас называется, тогда он имел другое название, номер определенный был присвоен, и предприятие «Электрохимприбор» в городе Лесном. Как раз об этих предприятиях идет речь в витрине, которая представлена на выставке. И нельзя не упомянуть о тех людях, которые причастны были к созданию атомного проекта. Это прежде всего главный научный руководитель атомного проекта Игорь Васильевич Курчатов и его команда, участники этого атомного проекта в лице академиков Кикоина и академика Арцимовича. И первый и второй непосредственно участвовали в разработке технологий обоих предприятий в Новоуральске и в Лесном. Один явился автором технологии газодиффузного разделения урана, а второй другой технологии электромагнитной технологии разделения ядер урана. Именно они как раз обеспечили успешную работу этих предприятий и, как я уже сказала, обеспечение нашей ракетной промышленности бомбовым материалом. Нельзя не упомянуть об испытаниях первых атомных бомб. В 1949 году было первое испытание атомной бомбы, а вот в 1961 году испытали на территории Новой Земли самую мощную в мире термоядерную бомбу, которая условно называется «Царь-бомба» или «Сахаровская слойка», потому что многослойную технологию начинки этой бомбы разрабатывал или причастен в первую очередь был Андрей Дмитриевич Сахаров. И у нас имеется макет внешнего вида этой бомбы, предоставленный нам музеем «Уралмаша», и в пропорции можно увидеть человека, стоящего на фоне этой конструкции. Уже в конце 40-х годов начались работы и по мирному использованию атома. Впервые атомная электростанция появилась в Обнинске в 1954 году, но она имела такой экспериментальный характер и была не столь мощной. А вот в 1964 году у нас на Урале, в Свердловской области, открылась Белоярская атомная электростанция. Это очень успешный, скажем так, проект, который продолжает работать и до сей поры. И этот успех обеспечен как раз технологией, которая применяется на данном предприятии. Оно уникально потому, что здесь применяются два типа реакторов. Но первый сейчас уходит в прошлое, а вот реакторы на быстрых нейтронов по-прежнему работают надежно, долговременно на использование и обеспечивают достаточно большую мощность. Это самая крупная в Европе электростанция, которая поставляет энергию не только в регион, но и в другие регионы страны. И можно так для сравнения сказать, что каждая шестая лампочка в Свердловской области загорается благодаря энергии нашей электростанции. Неоднократно она удостаивала звание лучшего атомного объекта в стране, хотя их насчитывается у нас 11. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова